Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, и сегодня хотелось бы поговорить о социопатах. Я очень часто использую этот термин и никак не сниму видеоролик отдельный для того, чтобы вы могли спокойно посмотреть и понять, кто такие социопаты. Социопатов очень часто путают с психопатами, но психопаты – это расстройство души, в общем, расстройство восприятия эмоций. Это мы попозже обсудим в следующем видеоролике. А социопатия – это антисоциальное поведение, когда я направлен против социума. Это все вот эти вот старушки, какующие под дверью. Реально такое есть. И это все люди, которые тыкают ножами кого-то другого и потом, ну, в общем, совершенно спокойно об этом рассказывают, понимаете? Это люди, которые способны и наиболее частым образом проявляют именно физическую агрессию непосредственно к своему оппоненту или, может быть, даже не оппоненту. То есть это люди очень агрессивные изначально. И они в целом, понимаете, вся структура мозга, весь этот такой акцентированный уже изначально патологическое, социопатическое все состояние – это даже не тип личности. Оно направлено вот в сторону того, что я противопоставляю себя обществу. И мы про типы личности, мы можем сказать, что какой-то тип личности, он более социопатичен, эпилептоид более социопатичен, чем шизоид. Но нельзя говорить, что тип личности – это социопат. Это не норма. Социопатия – это не норма, это не может быть типом личности. Это всегда какое-то либо пограничное расстройство, какая-то такая вот примесь, понимаете, такой вот патология. И нельзя говорить, что это психопатия. Не путайте, пожалуйста, социопаты всегда агрессивны, они всегда нападают, и я вам не рекомендую связываться с социопатами, пытаться, если вы не медицинский работник и не сотрудник полиции, как-либо взаимодействовать с социопатами. Потому что это всегда история про насилие, и эти люди, как правило, не могут себя контролировать, да, и они могут быть очень агрессивны. Так что такие вот специфические социопаты, и если они не могут физически проявить свою агрессию, они будут мстить вам, как вот эти вот старушки, какующие под дверью, самый наглядный пример. Ну и, конечно, это все другие вещи, вплоть до мелких каких-то пакостей других, да, которые, соответственно, они могут себе позволить. И до самой, как правило, поздней старости они этим занимаются, да, вспомните старушку Шипокляк. Вот примерно это так выглядит, да, хорошими делами прославиться нельзя. Но у нее, опять же, нарцистическая социопатия, да, ну Шипокляк. Вот, но социопатия. Вот вам, пожалуйста, задумайтесь об этом. А с вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас жду на своих консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье. Спасибо. Спасибо.